Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас очередная программа в цикле «Круглый стол» с Константином Севковым. Эта программа будет посвящена уже ушедшему из жизни лидеру ливийской джамахиреи Муаммуру Каддафе. Историческая личность, очень своеобразная личность. Все его знают только как политика. Все его видели в разных ситуациях. Человека очень неординарного, который совершал поступки, порой граничащие с фолом, как говорят. Каким же он был в реальной жизни? Какова была его семья? Это всегда было закрыто. И лишь небольшой круг людей знали этого человека лично, знали его семью и детей. Это люди, которые входили в ближайшее окружение советнического аппарата при Муаммура Каддафе. Один из таких людей. Вихров Валерий Александрович. Человек, который был допущен в ближайшее окружение, я бы даже сказал, в семью Муаммура Каддафе. И который знал отношения в этой семье лично Муаммура Каддафе и его детей, его жену. Как говорится, не на политической арене, а в личных отношениях. Валерий Александрович, расскажите, как случилось, что вам повезло познакомиться с Муаммура Каддафе и его семьей, как говорится, в близких отношениях, в личных отношениях. Ну, в принципе, я никогда не являлся арабистом, но по роду своей деятельности в Министерстве обороны, в Главном управлении международного военного сотрудничества, мне было поручено заниматься такой страной Ливии. Все началось со встречи с Камизом для его обучения в Академии Фрунзе. Это не секрет, это имеется в публикации, они определены на командном факультете. Зная детей, мы очень много говорили об отце, о матери, о сестрах, о братьях. И практически те встречи давали возможность понять, что же такое семья Каддафи и что это за явление. Уникальное явление, кстати, я считаю, по поводу вот этого конгломерата, этой семейственности. Валерий Александрович, скажи, пожалуйста, а в чем уникальность этой семьи? Ну, первое, что позволило сделать мне анализ такой аналитический, это мое личное мнение. Значит, в этой семье, как ни странно, хоть многие называют Каддафи тираном, существовал такое слово, мне не очень нравится. Плюорализм мнений. Плюорализм мнений. Да, плюорализм мнений. Это была действительно уникальная семья, по одному хотя бы признаку. В этой семье, как мы знаем, в семье Муамара Каддафи было 10 детей. 8 родных и двое приемных. Значит, что же происходило в этой семье и что в ней уникального? Как ни странно, несмотря на то, что Каддафи являлся лидером Джабихирии, он еще являлся и лидером в семье. Тем не менее, он никогда не вмешивался в личные дела детей, и они сами выбирали свои профессии. Поэтому можно сказать, что в семье были и военные инженеры, в семье были и экономисты, в семье были и общевойсковые военные, как Хамис, который был влюблен в бронетанковую технику. В семье была и служба госбезопасности, в семье были артисты, в семье были футболисты. Они возглавляли сборную Ливии по футболу, возглавляли Олимпийский комитет Ливии, занимались бизнесом, продавали нефть. То есть, как мы видим, в семье были люди разных специальностей. Мне так кажется, что Каддафи специально направлял детей обучаться по различным, они сами выбирали, а он не противился, по различным специальностям, для того, чтобы лучше понимать свою страну. Что же нужнее в этой стране? И как мы убедились, в принципе, за пребывание Каддафи у власти, грамотность возросла с 15% до 86%. Это все заслуга Муаммара Каддафи. Он помогал людям приобретать жилье, продолжительность жизни увеличилась до 74 лет с 56. И поэтому говорить о том, что Муаммар Каддафи является тираном, очень сложно. Две тысячи племен объединить в одно целое, создать единую идеологию в государстве. Ну, наверное, и нынешним руководителям крупных государств вряд ли удается. И не удается мы это видим. По Украине мы это видим, по другим странам. Поэтому говорить о том, был ли он тираном, это сложно. Каддафи в политической системе Ливии, как вы его характеризовали? Вот он говорил, что я не являюсь президентом, я несменяемый, потому что я просто лидер. Ну, ливийской революции. Лидером он начал себя называть, наверное, последние года 4 перед смертью, просто лидером, когда ему стало предлагать оппозицию выйти из должности. Вот, он сказал, хотя он занимал ряд должностей, министр обороны, министр безопасности и так далее. Но он действительно превратился в лидера революции. В 27 лет он написал зеленую книгу. Или это была какая-то целостная теория, представляющая собой, опирающаяся на разные источники, но представляющая собой какое-то целостное учение? То есть, была ли это единая концепция? Ну, скорее всего, наверное, да, с моей точки зрения. Почему? Потому что вот в этом не таком огромном произведении он опирался на народ. Он очень доходчиво в этой книге, вот кто ее читал, разъяснял все постулаты жизни. Он там, начиная от рождения ребенка, он описывал, заканчивая строительством семьи, то есть и государственности. Но он писал эти книги, очевидно, с учетом тех традиций, того уровня сознания, которое существовало в основной массе народа, и оптимизированные, наверное, были именно под народ, его народ. То есть, его народ это понимал, может, с чем-то кто-то не соглашался в других народах, кто-то считал, может, что слишком примитивный, может быть, но для ливийского народа это был оптимальный вариант. Договоримый. Да, который обеспечивал развитие. Ну, просто тут интересно будет сказать, наверное, многие это знают, но многие и не знают. Ведь у Маммара Каддафи, когда он находился у власти в Ливии, была практически копеечная цена на топливо. Давались какие-то особые льготы. Расскажите об этих льготах, которые имел ливийский народ в период пребывания в власти Маммара Каддафи. Да, меня, конечно, тоже поражало, что первичных организаций, как в наше советское время, в Ливии не было. Были национальные конгрессы. Национальный конгресс решил сделать обучение бесплатно. Это доводилось лидеру Джамихиреи, и обучение становилось бесплатным. Национальный конгресс решил сделать воду бесплатно. И вода в Триполи и прибрежных районах поставлялась бесплатно. И по многим вопросам национальный конгресс определял внутреннюю политику жизни в Ливии. А в национальном конгрессе там были представители всех племен? Всех племен. Это, во-первых, в обязательном порядке. Во-вторых, это были простые люди. В-третьих, никто их не загонял в эти конгрессы. Вот рождалась мысль на улице там у кого-то. И видит, что плохо живем. Но надо было это донести до ливийского лидера. И вот конгрессы, они подразделялись как бы на разные возможности, количеству людей и так далее. То есть, это не один национальный конгресс, а было несколько. Они объединяли вот эту мысль, доносили до вверх. Она обязательно принималась. Потом собирался общий национальный конгресс страны. И определялась политика, дальнейшая внутренняя политика страны. Поэтому мы говорим, что за период правления Муаммуром Каддафи в стране, жилищная проблема была решена практически на 85%. Если вспомнить, кто там был король Идрис, да, по-моему, то в тот период, когда Каддафи взял власть, страна практически жила в земле. 15% всего имели возможность жить в домах каких-то. Каддафи интересно поступал и относился к молодежи. Вот я что хочу подчеркнуть. Значит, конечно, вот если по статистике, я там пробовал уточнить и изучал этот вопрос, мужчины женились довольно поздновато. Скажем так, в 30, 32, 35 год. Но это делалось для того, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной, что он может зарабатывать, что он может содержать семью. И когда он брал женщину в жены, он должен был иметь какое-то наследство сам, для того, чтобы содержать эту семью. Мало того, государство Ливийска предусматривало выделение субсидий бесплатно в пределах 70 тысяч долларов каждой молодой семье. Автомобили стоили дешево, как сейчас было сказано уже, бензин стоил копейки. И даже были эксперименты Муаммаром Каддафи. Он строил дома, а по арабским обычаям, если человек переночевал в новом доме, то этот дом принадлежит ему. Он строил и оставлял дома, чтобы люди могли жить. То есть пытался создать, и не пытался, а создавал конкретно, улучшал социальные условия своего народа. То, что сейчас происходит, об этом даже говорить не приходится. Хотя сам одновременно жил достаточно скромно. Кто бы что ни писал. Я был в трех или четырех резиденциях детей Муаммара Каддафи. Я скажу, что меня поражала, конечно, скромность детей, в плане того, что дома, как правило, не превышали 130-180-200 метров. Хотя вроде дети лидера государства. 130 метров это совсем немного. Это посудило четырехкомнатной квартиру в Москве. Да, да. Но мебели какой-то сверх выдающейся, золотых каких-то там изделий, бриллиантов я не видел. Но я зато видел исторические вещи. Дети обладали такой грамотностью, что она меня тоже поражала. Вот если говорить о Хамизе, то этот человек в 21 год уже говорил на трех языках свободно. Об этом вообще не написано. И даже переводчик у нас был не арабского, а английского языка. Поэтому мы говорить... Он и русский уже, когда учился в России, и русский практически овладел. Еще годик и говорил, наверное, свободно по-русски. Настолько были дети образованы, что находясь в Питере, мы посетили, посещали и церковь Спаса на Крови, и Исаакиевский собор, и Петропавловскую церковь, и музеи артиллерии, и много чего мы посетили в Питере. Но я вам скажу, что когда Хамиз посмотрел на расписные стены и начал подсказывать... Эскурсоводу начал рассказывать, кто кого предал и кто там нарисован. И она пришла в растерянность, потому что он забил ей все там голы на сто процентов. Но мало того, что он знал хорошо христианство, то есть досконально, я бы сказал, в 21 год, обратите внимание, он еще прекрасно владел... То есть он обучался настолько грамотно в Европе, что даже задал вопрос. Вот, говорит, здесь вот этот камень находится архитектору. Скажите, пожалуйста, я такой же камень видел в пантеоне Наполеону. А вот интересно, вот учитывая, что такой человек был, скажем, развитый, я по-другому не могу сказать, мама Аркаддафи, его дети обладали огромным уровнем образования, почему он делал вещи, ну, скажем, не совсем обычные? Ну, вот, например, когда он приезжал в ту же самую Москву, он тут разворачивал палатку свою, шатер. Вот чем это обусловлено? Он выделялся как-то так? Вот это вот специфическая одежда, которую он всегда носил, одежду бедуина, который он приезжал там вот на иностранные там саммиты всевозможные, по странам мира ездил. Ну, практически вы сами ответили на этот вопрос. Потому что бедуин – это полевая жизнь, так скажем. И он демонстрировал близость к народу, что он единый с народом. Да, свои верблюды, ну, это, кстати, с точки зрения безопасности, как генерал Величко КГБ говорил, я вот читал его некоторые высказывания по Муаммуру Акаддафи, полностью с ним согласен. Это и безопасность, это и определенное, вот я не такой, как вы все, я вот именно такой, и меня народ за это любит. Тут может быть, конечно, определенный пафос такой, определенное признание народом, что вот наш лидер именно такой и таким останется. Ну, он держал эту марку, я считаю, что это его проблема, и это правильно, что должен быть национальный герой, он должен быть национальным героем, а не героем Соединенных Штатов Америки. А помимо Хамиза, какими детьми вы были знакомы настолько, чтобы можно было их характеризовать как-то вот, с какими еще и детьми? Я очень хорошо знал Мутазима, Муатасима мы его звали, Мутазим Каддафи, полковник ливийской армии. Говорят даже, что он в свое время попытался сделать переворот против отца, но отец его простил и назначил своим ближайшим советником по безопасности, создал для него отдельное подразделение. И я был поражен, конечно, другому. Это был семейный человек. Мутазим, да? Да, он тоже, как и отец, любил только одну женщину, он любил жену, он любил своих детей. Я видел эти отношения. Меня, конечно, поражали отношения между братьями. Вот даже, к примеру, вот этих двух последних, Хамиза и Мутазима. Проблема в том, что они, отношения, вот они друг к другу, Хамис никогда не пререкался, никогда не высказывал что-то в противовес брату. И когда брат рядом находился, Хамис чувствовал, что рядом с ним находится старший, любящий брат. И они друг друга поддерживали. Противоречие вот в семейной жизни, я как бы не берусь судить, что там в жизни у Каддафи, в семье. Но, может быть, это и специально создавалось. Кто-то был прозападник, кто-то был американец, кто-то был просто разгильдяй, которые занимались в Европе, играли в футбол в итальянских клубах, потом скандалили везде с женщинами и так далее. Это все было, конечно, это семья. Это как раз и подчеркивает, что разноплановость воспитания детей. Вот не всех в погоны и не всех поставить в строй, чтобы все были. Поэтому то, что Саев Алислан сидит в тюрьме, это, конечно, может быть попытка его в свое время заигрывания с Соединенными Штатами Америки и европейскими лидерами. И привели как раз к этому. Они его и предали. Он, кстати, об этом и говорил. Конечно, это трагедия, что случилось в семье Каддафи с детьми. Добрая половина из них погибла. Практически все внуки погибли. Вот если говорить о дочери Каддафи, то у нее двое детей погибло, муж погиб. Кто-то остался у нее из детей или она осталась уже? Она родила, она в этот день, когда, по-моему, в этот день, когда терзали отца, она родила девочку. За три дня, короче, до своей смерти он ее отправил в другую страну, за границу. Да, поэтому он ее спас с этим. И еще двоих сыновей. Одного приемного и Ганнибала. Не приемного, а одного от первого брака и Ганнибала. Отправил за рубеж и спас тебя. А Хамис? Хамис. Хамис. Был, говорят, пойман в беневалиде, значит, во время боевых действий. Ну, я буквально недавно прочитал в этом году, что его четыре раза хоронили. Вот, да, успел получить воинское звание генерала, генерал-майора. И я прочитал в последний раз, что он сейчас организовывает сопротивление в Бенгазе. Ну, насколько это верить можно, я не знаю. Хотя все данные были, сошлись в том, что в 2012 году, где-то в апреле месяце, в начале апреля, или в конце, да, в конце 29 апреля, он погиб. Каковазовая мутазима? Мутазим был в Сирте, насколько мне известно, схвачен. И много противоречий разных по телеканалам и интернету. Был также замучен и растерзан, убит. Вместе, так же, как и отец. Он шел в колонии с отцом. Ну, разные данные дают. Что там ноги были перебиты, потом его захватили, потом его убили. Вот. Но то, что его нет в живых, вот это... Достоверно, да? Практически достоверно. Валерий Александрович, а что вы можете сказать о племяннике Муаммара Каддафи Милати? Он был усыновлен Муаммаром Каддафи после очередного покушения на Каддафи. Это в знак, наверное, благодарности, наверное, вот такой семейственности. Вообще, в охране Муаммара Каддафи, после того, как он практически убрал мужчин, набрал женщин, потом разогнал женщин, оставил мужчин, а потом он решил, что это должны быть родственники. И практически в охране у него были родственники. Тяжело было из них, конечно, сделать настоящих бойцов, потому что разное образование, гражданское и так далее. Но вот те люди, которые с Россией этим занимались, представители... А как же подготовка? Обеспечена была уровень подготовки? Уровень подготовки обеспечили наши специалисты. Наши специалисты. Вот еще сейчас много говорят и говорили о том, что семья Каддафи владела огромными миллиардами или миллионами, что они там где-то лежат в банках, и они теперь их используют. Вот насколько это правда? Вот вы, по вашему мнению, есть ли такие миллиарды? Наверное, есть. Это оставлять нельзя за кадром. Наверное, есть. Вот в частности, это подтверждает то, что один из сыновей, который находится под арестом... Сейф Улислам. Да. Вот. Он в период его задержания предлагал миллиард своим, так сказать, арестантам, предложил миллиард, чтобы они его отпустили. Якобы они отказались. Но где-то я читал в прессе, что у него там до пяти миллиардов лично записано на нем. Вот с него, наверное, выкачивает деньги, пока не выкачивает, он будет жить, наверное. Наверное, так. Но то, что семья владела этими деньгами, я бы не сказал, что владела. Это государственные деньги, которые контролировались, естественно, Каддафи и его семьей. Потому что отдать, чтобы их разворовали, как у нас в России делается, нет. Надо кому-то контролировать. И у нас сейчас, наверное, надо как-то контролировать те средства, которые имеются, те блага, которые имеются в стране. Кому-то надо это же осуществлять, но не могут быть деньги бесхозными. Ну, я бы не сказал, что они их тратили на себя. Я бы не сказал, что они их тратили там, жили во дворцах, вот как я говорю, с бриллиантами, с алмазами. Нет. Они как обыкновенные люди. Средний гражданин России. Что вы можете сказать о том, какова судьба детей Муаммара Каддафи была после окончания? В частности, хотелось бы услышать, чем занимаются активные дети Муаммара Каддафи. То есть, вот Айша, чем она сейчас занимается, чем другие дети занимаются. В первую очередь, те, которые пытаются что-то изменить. Не те, которые леги на дно и спокойно живут на те средства, которые ему достались в наследство от отца. Ну, вот так сейчас перечислим, ориентировочно основных возьмем. Вот Саев Алислам сидит. Хамис, говорят, убит, говорят, жив. Но, тем не менее, он сражался и сражается, возможно. Возможно. В Бенгазе. В Бенгазе, да. Потому что в Бенгазе это серьезность о потерянии триполитарского противника. Там самое крупное племя поддержало его. Футболист, бывший сын Муаммара Каддафи, он по разным данным выдан, а другим не выдан. Находится где-то рядом с границами Ливии. И активной такой борьбы не проявляет. Нейтральной. Да, да, да. Вот. Что касается дочерей... Ну, она погибла в 1986 году. Она погибла. Вот это интересная дочь своего отца. Это крупный, я думаю, в будущем политический деятель, если ей не помешают, если ее не убьют. Вот. Она будет бороться до конца за идеи своего отца, за свой народ. Она является матерью всего ливийского народа. И я думаю, 70% населения Ливии до сих пор не могут понять, что произошло. И 70% все-таки поддерживают, поддерживали ливийский строй. Вот. Тот строй, который организовал Муаммар Каддафи. Плохо или бедно это было, всегда находятся враги, всегда находятся завистники. И как плюсы, так и минусы. Они всегда были, есть и будут. И это подтверждает современный мир. Поэтому, что говорить о дочери Муаммара Каддафи. Она является настоящей дочерью своего отца. Она борется? Она заявила об этом, что будет бороться и ничего не боится. Она, во-первых, никогда не простит гибель своих детей, своего мужа. Поэтому, я думаю, что это более чуткая натура, настырная. Скажите, пожалуйста, вот если сейчас там, в Ливии, начнет подниматься население, понимая, что сделали со страной, и пойдет на то, чтобы сокрушить вот тех ставленников Запада, которые сейчас сидят в Триполи. Вот. Как вы полагаете, российское правительство поддержит? Вот ваше мнение. Вот исходя из того политического курса, который просматривается ныне, активного политического курса, на поддержку той же самой Сирии. Поддержит? Решится у нас президент поддержать Ливию? Ливийский народ, скажем так. Я за президента сказать не могу. Что касается отношений с Ливией, я думаю, что это вот для России выгодная точка опоры, в принципе, является. Это все-таки Средиземное море, это определенное влияние на Северную Африку, территориально Ливия очень удачно расположена. Вот. Поэтому ничего плохого не было бы, если бы Россия поддержала бы то, то, что, возможно, произошло бы в Ливии. Вот. Это было бы хорошо. Ну что ж, дорогие зрители, у нас в передаче был человек, который лично знал детей, Ну а Маркаддафи лично знал его, что мог он рассказал о его семье, что он знал. Вам судить о том, какой это был человек. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.